Россиян ждут длинные выходные. С воскресенья по вторник включительно нерабочие дни. Как красноярцы могут провести их интересно и активно, расскажем в нашей рубрике «Афиша». В Краевой филармонии «Дню защитника Отечества» пройдет концерт «Спасибо вам, мужчины, что вы есть». Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина сыграет арии из известных опер, оперет, русские романсы и песни советского периода. Будут звучать произведения о любви, дружбе, преданности и верности. Концерт состоится в воскресенье, 21 февраля, в 18.00. Его продолжительность – полтора часа. К 23 февраля в Театре оперы и балета спектакль «Ленинградская симфония». Главное в постановке – душа народа, заплатившего за победу высокую цену, но не сломленного. Лейтмотив спектакля – знаменитая симфония Шостаковича. Она звучала в блокадном Ленинграде, ее транслировали по радио и громкоговорителям. Прозвучит также «Черный ворон» и фрагмент из «Реквиема» Моцарта. Музыкальную постановку можно увидеть 23 февраля, в 18.00. Футбольный Енисей приглашает болельщиков на встречу. Клуб организует общение с игроками и тренерами, конкурсы, розыгрыши, футбольные локации, детскую зону, фото и автограф сессии с футболистами. Сбор гостей в 15.30, 21 февраля, в Манеже, арена Енисей, по адресу улица Новгородская, 5, строение 7. Предварительная регистрация не требуется. На предстоящих выходных состоится несколько показов лирической комедии по всеми любимой сказке «Крошка-енот» и «Тот, кто сидит в пруду». Это интересная и поучительная история про маленького, но храброго крошку-енота, который сначала ужасно боялся того, кто сидит в пруду, а потом подружился с ним. В субботу, 20 числа, спектакль покажут в Театре кукол, во вторник, 23-го, на сцене Дома актеров. Длится он 40 минут, возрастное ограничение 3+. 20 и 23 февраля в Музейном центре Площадь мира ночные экскурсии. Посетителям выдают один фонарик на компанию, чтобы не было очень светло. И гости вместе с экскурсоводом в полутьме передвигаются по музею, разглядывая выставки, архитектуру и наслаждаясь зловещей тишиной в непривычной обстановке. Начинается экскурсия в 8 часов вечера и длится почти полтора часа. Ее стоимость 500 рублей, количество мест ограничено.